Музей-заповедник Горки Ленинские. Территория с богатой историей. Долгие годы она ассоциировалась с местом, где жил, работал и умер российский революционер Владимир Ленин. Но жизнь здесь началась еще в далеком 10 веке. Много позже, в 1824 году, генерал Писарев вдохнул в усадьбу новую жизнь. А последней владелицей была Зинаида Морозова-Рейнбот. Тот вид усадьбы, который мы можем сегодня наблюдать, ее творение. При Морозовой происходит полная реконструкция главного дома. Здесь были проведены все коммуникации. Горячая и холодная вода, отопление, канализация. Самое главное, это, конечно же, телефонная связь. Но, естественно, все эти удобства не могли повлиять на дальнейшую судьбу усадьбы. В 17-м году происходит революция. В марте 18-го усадьба была национализирована. Морозова-Горки покинула. Сюда она больше никогда не возвращалась. Ну, а в сентябре 1918-го, после ранения, сюда приезжает впервые Владимир Ильич Ленин. Можно смело говорить, что усадьба сохранилась благодаря Ленину. После его смерти здесь был создан музей. В 1972 году было принято решение о преобразовании территории в заповедную зону. Ее площадь составила порядка 300 гектаров. Чуть позже, в 1987 году, был построен последний в СССР музей Ленина. Большое здание в стиле конструктивизма, общественно-культурный центр. А в 1994-м в Горке из Кремля переехала экспозиция кабинет и квартира вождя пролетариата. Здесь сейчас ведутся научные исследования жизни постреволюционного периода. Результатом научной работы сотрудников музея является продукт. То есть то, что увидит посетитель. А посетитель увидит выставку. Он слушает какую-то лекцию или какой-то доклад. То есть все, что я делаю здесь, как научный сотрудник, оно для посетителей. Сегодня Горки-Ленинские – это место, где интересно может быть всем поколениям и людям с разными интеллектуальными запросами. Одних музей-заповедник привлекает усадебной архитектурой и бытом дореволюционной знати, других – богатой зеленой территорией, третьих – личностью Владимира Ульянова. За последние два года выросло число посетителей. В год Горки посещает порядка 200 тысяч гостей. Мы настолько древние с точки зрения российской истории территория, что мы можем предоставить своему посетителю очень интересные открытия, исторические открытия, которые они могут совершить, начиная от древней истории нашей страны. В музее-заповеднике большой простор для масштабных массовых мероприятий, как для детей, так и для взрослых. Не проходит ни одного выходного дня без различных мастер-классов, выставок, спектаклей, лекций. В 2020 году их станет больше. Приуроченные лекции будут к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича. 26 числа в 13.00 в научно-культурном центре состоится бесплатная лекция для всех посетителей музея-заповедника, посвященная политическому завещанию Ленина. Не многие знают, но кто был у нас, например, в кремлевской экспозиции, знает о том, что у нас находится подлинный портфель, в котором лежало политическое завещание Ленина, который был передан в Кремль, был передан Сталину. Научные сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинский приоткроют тайну того самого завещания Ленина, которое могло бы изменить политическое развитие страны и коммунизма. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова